Доброе утро! Смотрите, кто у меня здесь! Сегодня Аришка осталась дома, потому что у нее вчера поднялась температура после прививки, и она все еще держится. Уже ниже стала, но все равно еще есть, поэтому Алина сидит дома. Ну как сидит, скачет, прыгает тут, кричит, мама, пошли курять! Вот, ну оставила ее, короче, под наблюдение. Артемия сегодня в школу отвел Алишер, так что я еще из дома не выходила, и в связи с этим я как-то помятый, так и тянет в сторону кроватки, потому что ты не бежал никуда с утра, не разогнался. Вот, и в общем, я еще вчера сидела долго. Да, вот и поэтому я какая-то помятая. Сегодня, сейчас вот буду монтировать влоги, и потом буду работать. И уже очень-очень много мы тут убирались с орешкой, почти весь дом убрали. Смотрите, какую штуку мы сейчас с вами распакуем. Это для Алишера. Вообще, я давно хотела очистить воздуха. Читала про них еще, когда мы жили в Сестрорецке, потому что у Артемии приступы бывают, когда он задыхается. Я все читала, как можно помочь ребенку, но мы тогда остановились просто на увлажнителе. Плюс мы тогда жили в Сестрорецке, да, он на берегу Финского залива. Там воздух был все-таки достаточно влажный и чистый. Здесь другая атмосфера. И, конечно, если вы живете в квартире, вот как мы, где-то рядом с проспектом, с шумной улицей, и у вас пыль летит в окна, то такая штучка, она просто незаменима. У меня мама тоже хочет. Вот потестируем, если зайдет, маме тоже приобрету, потому что мама жалуется, что ей просто нечем дышать, то есть она не может проветривать, потому что очень задымленный воздух. У нас дома, например, летом всегда вот я хожу. Если я пол сегодня не помыла, вечером у меня будут черные носки, потому что вся эта пыль летит с улицы. Но почему все-таки руки у меня дошли до того, чтобы завести себя чистителем воздуха? Потому что, как я уже говорила, у моего мужа началась аллергия. У него поленос весенний, летний, осенний. То есть зимой полегче, весной вообще очень плохо. И у него появилась аллергия на нашу собаку. Пока мы жили на даче, он тут нормально был. Но вот мы ее привезли обратно, и я вижу, что ему хуже. То есть если он принимает антигистамины, то еще нормально. Если нет, то у него с утра просто полностью заложенный нос, несмотря на то, что я и собаку мою специальными шампунями, и влажную уборку регулярно делаю, все равно это не помогает, потому что собака все-таки близко находится, но она достаточно большая. Отдавать мы ее не хотим. Да и кто ее такую возьмет, потому что она очень у нас своеобразная, как вы понимаете. В общем, вся надежда у меня на эту штуку поставить в спальне рядом с кроватью нашей для того, чтобы воздух очищать. Это очиститель воздуха Балу АП-125. Почему я выбрала именно эту модель? Во-первых, этот очиститель борется не только с пылью, но еще он устраняет, например, пыльцу растений, из окна-то залетает тоже. Запахи различные, мелкий мусор, аллергены. Во-первых, собаки будет задерживать. Для меня это очень важно. И очиститель улучшает качество воздуха в доме, создает хороший микроклимат в квартире. Кроме того, если в воздухе есть какие-то вирусы и бактерии, то есть если кто-то заболел, например, то этот очиститель также уничтожает вирусы и бактерии, потому что у него есть дополнительная обработка воздуха ультрафиолетом. Для меня это важно, потому что когда кто-то заражается, я бы не хотела, чтобы у нас это все по цепочке передавалось. Здесь есть три скорости работы для эффективной очистки воздуха в любом помещении. Есть ночной режим. Вот мы будем постоянно пользоваться. То есть в ночном режиме шума будет меньше и плюс отключается световая индикация. И можно еще таймеры поставить на 2, на 4, на 8 часов. Есть датчик смены фильтра. То есть вовремя будем менять фильтр. Не будет такого, что я забыла. Там все засорилось. Ну и, в общем, очищения не происходит. И, насколько я знаю, здесь есть три вида фильтров. Первый задерживает крупные частички пыли, избавляет помещение от неприятного запаха. Фильтр, скажем так, второго уровня. Он устраняет аллергены, грибки, плесени, полевых клещей, например, что тоже немаловажно. И еще один фильтр, который работает вместе с ультрафиолетовой лампой. И он уничтожает как раз таки вирусы и бактерии. На мой взгляд, очиститель вписался просто идеально. Специально взяла небольшую модель, потому что хотела поставить на тумбу. У нас очень маленькая спальня. И с учетом того, что здесь все время бегают дети и собака, на пол ставить просто некуда этот очиститель. Но в будущем, в ближайшие полгода, мы планируем, что Арина переедет к Артемию в комнату. И, соответственно, эту кроватку детскую мы уберем. Повесим такую же тумбочку вторую. И мы с мужем поменяемся местами. Он будет спать там, а я здесь, потому что тут у нас Рекса прячется в этом уголочке. Кто спрашивал, почему мы ее никуда не выселим подальше от Альшера. Рексе очень страшно. Она не готова спать нигде больше. Это ее укромный уголочек. Вот поэтому я буду рядом с ней. И, соответственно, тогда мы уже очиститель поставим на пол, где он будет еще менее заметным. Но, вы знаете, он просто великолепно вписался. Очень хорошо смотрится. И, вот вы можете слышать, это он работает на второй мощности. А если я поставлю ночной режим, то это будет вот так. Вообще абсолютно не мешает. Просто идеально для ночи, я считаю. Потому что на ночь обязательно мы его будем оставлять работающим. Ссылку на этот очиститель я оставлю внизу под видео. Там вы можете ознакомиться по ссылке со всеми характеристиками и также его заказать. Обязательно следите за своим здоровьем. И если вы живете в мегаполисе, если у вас пыльно, нет свежего воздуха, позаботьтесь о своем здоровье. Потому что ведь все то, что мы вдыхаем, попадает в наш организм, в нашу кровь. Не зря говорят, что легкие человека, который 20 лет жил в мегаполисе, очень похожи на легкие курильщика с таким же стажем. Поэтому заботимся о себе любимых, о мужьях, о детях, о всех-всех-всех. Благо сейчас есть огромное количество доступных гаджетов, которые помогают это делать. Так, мы сейчас отправляемся ходить вокруг дома. Нам нужно в ателье, в аптеку. Так, мать почку, что ли? Я тут не прорвалась. Почти не прорвалась. В ателье, в аптеку. На Вайлдберрис. И Авито. Отправить надо Авито. А Вайлдберрис пойду получать. Впервые я пойду получать. Кучу-кучу товаров. В общем, заказала сумочки, чтобы снять обзор для своего блога нового. И я эти сумочки получу, а потом я их все верну. Первый раз так сделаю. Сейчас все меня начнут ненавидеть. Но, ребята, вы знаете, по сути своей это работа. Потому что, ну, получается, что я делаю производителям, продавцам этих сумок рекламу. Везет дома бесплатная реклама. Вот. Так что это да. Я сандалики не делаю. Чего ты делаешь? Да, сандалики розовые тебе надо надеть. Вот эти. Держи. Да, почти. О, молодец. Ты хорошо надела, Больфики. Нинучка. Дарюшка одевается. Сегодня у нас последний день тепла. Обещали плюс 26. Сейчас градусник показывает вроде как 23. Вот как раз сходим и проверим, так ли это на самом деле. Потому что вчера, например, было типа 22, но по факту было 19. И было холодно. Вот. А сегодня должно быть теплее, чем вчера. Как вы поняли. Вот. Так что мы сейчас тут пройдемся. А потом вернемся домой. Скорее всего заедет девушка кое-что забрать то, что я на авито выставляла. И потом уже мы пойдем за Артешей. Арина хочет на беговине. Посмотрим. Как вы видите, турник у нас дома чаще используется как вешалка, чем как турник. Это, наверное, классика всех спортивных приспособлений дома. Первым делом мы зашли в ателье. Я забрала брюки, которые подшивала. Вот как раз с ними обзор. Потому что тоже буду снимать на осень. Зала такой красивый изумрудный цвет. В пакете, конечно, не видно. И у меня ночнушка. Очень красивая. Но у нее были длинные лямочки на мой рост. Подшила, чтобы ходить и красоваться дома. Вышли мы за Артеньем. Вышли позже, чем я хотела. Я как всегда. Как сяду за работу. Ну, сейчас я быстренько сделаю. Все за 20 минут. Потом на час это растягивается. Бросать уже не хочется. Хочется это делать. А потом носишься как угорелый. Чтобы везде успеть. Я не знаю, как отлучиться. Пытаться впихнуть невпихуемое в свой график. Я хочу успеть. Тут вечно какая-то беготня. Вот, Арина тренируется. Сегодня так, а девочка-девочка и в шлеме. Просто очень жарко. Можно было бы, конечно, шорты надеть. Но мы бы ходили в платье. И она уже не захотела переодеваться. Что, будешь с нами? Можешь поиграть. С лепую курить. Все, Арина. Он убежал играть с одноклассниками. Я не взяла с собой мелочь. У меня обычно карточка и несколько купюр. А у Артемии мелочь нашлась. Мы просто пришли в ленту. Артемий пить хочет. Я еще ему предложила мороженое. Мы купим мороженое. Просто посидим тут на скамейке. Поест он. Арина. Ты будешь на коляске кататься? На тележке? Посадить тебя? Такие у меня малыши. Денемки все подряд набираем. Помимо того, что планировали, еще по списку решили закупиться. Раз уж зашли. Молочные продукты нам еще нужны. Да. Вкусно пахнет. Так. Наша продуктовая корзина на сегодня. И не только продуктовая. А я балуюсь таким вот кофе. Вместо хорошего. Сейчас разные пробую, потому что я всегда пила такие стики голубые. Они мне что-то разонравились. Кстати, надо попробовать еще такой. Ищу новый вкус, который я полюблю. И хоп, мы телепортировались в ресторан, потому что позвонил Али Шеф, что он пришел пораньше с работы. Ну, едет. И предложил куда-нибудь сходить. А кто такая, чтобы отказываться? Мы ждем уже наш заказ. Отдыхаем. Единственная моя голова занята напряженными мыслями. Я не могу найти свой кардхолдер с карточками. Я вроде бы вынимала его дома из сумки. Но я не уверена в этом. Я не смогла его найти. Мы просто зашли в Ленку покупать. Ну, в замороженном пошли. И я открываю сумку, и нет. У меня карточек. Я сегодня ходила в аптеку. Я там платила. Я зашла в аптеку. Мы пришли домой. Я выложила продукты. И потом нас встретили с Малисей Сильшером, который подъехал. Я зашла в аптеку. Вайлдбери, Севлита. Мы сегодня были здесь в России. Карточку не находили. Ну, никаких покупок моих карточек не было. Поэтому я почти уверена, что они дома. Но я там такой бардак развела, пока я снимала перед выходом из дома. Что там черт ногу сломишь. А чтобы найти вот этот маленький кардхолдер, я прям, не знаю, у меня такое ощущение, что Малин Алина могла назвать. Вот. Так что я размышляю. Дети смотрят на мальчик, потому что детская игровая закрыта. Я им разрешила посмотреть. Столько всего нам принесли. Ой, как голодный школьник наш. Смотри, как наворачивает. Малки котяты видим. Ты смотрела мультик? Ты котяты видим? Да, про трех котят. Пуши и орешков. Так красиво, когда небо такое закатное и вообще вечерние огни. Хорошо бы мы посидели. И теперь бежим домой наводить порядок, делать уроки, даже поспать. Ребятки. Ну, короче, я растяпа. Я перерыла весь дом. Я прибралась. Я посмотрела в своей основной сумке. Я нигде не нашла свой кардхолдер. Поэтому я сейчас сегодня осталась без спорта. Не успела. Блин, не люблю. Я люблю по воскресеньям отдыхать от спорта. Но перенесу. Потому что я сейчас время использовала, оставшееся, на то, чтобы заблокировать обе карточки, которые я потеряла. И что? И запросить выпуск новый. Там было очень долго блокировать и перевыпускать. Потому что это бизнес-карта. Вторая попроще. Но я ее пока просто заблокировала. Надо пойти в офис банка. Не хочу я звонить, писать в эти чаты. Это все так неудобно. У меня тут офис в пешей доступности. На днях схожу. Просто эта карточка, она привязана к нашему автокредиту. Мне ее выдали вместе с автокредитом. И такое условие, что ты должен в месяц 10 тысяч тратить с этой карты. Иначе у тебя повысится процент по автокредиту. То есть мне эта карта вообще по сути не нужна абсолютно. Но я вынуждена ее использовать. И соответственно мне надо как-то ее перевыпустить. Чтобы это была именно эта карта. Именно этим номером. То есть как бы дубликат получить. Поэтому я пойду в офис, чтобы точно не было никаких косяков. Чтобы мне не выпускали новую карту, привязанную к моему счету. А именно вот дубликаты этой выдали. Иначе я не знаю, как там по условиям договора. Как это все устроено. В общем, не хочу напортачить. Вот. Так что да. Потеряла я. Где потеряла, не знаю. Ну и там еще было полторы тысячи рублей. Ну ладно. Кому-то нужны были эти деньги. Раз они от меня ушли. Значит они к кому-то пришли, кому они нужны. Ну вот. Жалко, да. Что. Не морой. Теперь. Ходить эти карточки. Получать. Но слава богу с них никто ничего не тратил. Я не знаю. Конечно. Может я их где-то потом найду. Но я посмотрела везде, где только они могли быть. Нигде ничего не нашла. Ну. Бывает. Как говорится. Буду стараться быть внимательнее. И куплю новый кардхолдер. Блин. Мне тот нравился. Ну. И все смотрела. Смотрела. Пока не нашла. Хотела какой-нибудь куда побольше карточек влезать. Чтобы некоторые скидочные брать. Потому что что-то кошелек мне вообще не хочется с собой таскать. А в нем эта мелочь лежит. Которую я не использую вообще совсем. Какой смысл ее носить. Теперь мне нечего носить с собой. Хотя нет. У меня вроде где-то еще одна карточка есть. Пожалуй стоит ее сейчас воспользоваться. То как я буду ходить по магазинам. Иногда же надо что-то купить просто карточкой. А не онлайн. Да. Ну. Вот так вот. Так что. Сейчас я помою собаку. Которая сидит. Там вот. В прихожей. Вон там она сидит. И что-то ее Алишер только что привел. Я ее всегда мою. Это моя обязанность. Сейчас ее помою. И в кровать уже пойду. Начинаю. Ой. Куда-то мы с вами поехали. Животик мой наедный. Снимает камеру. Я объелась в ресторане. И чувствую себя очень круглой. Хотя вроде мало ела. Но знаете. Такое ощущение. Обздутие. Вот. Короче. Собаку помою. Это моя обязанность. Алишер выгуливает. Я мою. И пойду. Лягу в кровать. И хотя бы 10 минут посижу в соцсетях. У меня такой темп жизни. Что я даже не успеваю просто посмотреть что-то в интернете. Вот единственное. Фоном смотрю сериал. Но это параллельно с какими-то делами. Даже вот говорила. Когда в душе моюсь. Шифр называется. На кинопоиске. Смотрю. Очень интересный. Прям безумно. Вот. Мне нравится. А вот так вот что-нибудь почитать. Посмотреть. Позалипать. Вообще нет времени. Как школа началась. Да в принципе как мы с дачи вернулись. Такой ритм жизни. Что не успеваю. Но это круто. Мне нравится. Это активная жизнь. Это здорово. Господи. Прям живот хочется втянуть. О. Я даже не могу его втянуть. Неприятно. Кошмар. Я надеюсь. К утру меня отпустят. И я приобрету нормальные формы. Ладно. Все ребятки. В общем прощаемся с вами. До завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok